Какие вообще, в принципе, можно построить правильные n-угольники? n это вообще возможно. Сейчас я еще кратко расскажу эту историю. Заметка Гаусса. И вот, собственно, формулировка теоремы Гаусса-Ванцеля. Правильный n-угольник можно построить с помощью циркул-линейки тогда и только тогда, когда n есть в произведении степени двойки и различных простых чисел фирма. А что такое простые числа фирма? Простые числа фирма, числами фирма вообще называются числа такого вида. 2 в степени 2 в степени k плюс 1, где k какое-то отрицательное число. Ну вот первые несколько чисел фирма, первые 5. Вот фирма, так сказать, их открыл, вот он знал, что все эти числа простые, это несложно проверить. А других простых чисел фирма известно не было, но фирма предположил, что они все простые вообще при всех k. Но Эйлер это опроверг, потому что следующее число f5, вот оно делится на 641. Это Эйлер открыл в 1732 году, когда калькуляторов не было. Вот, с помощью современных компьютеров можно показать, что все числа f вплоть до 32, начиная с f5 и кончая f32, все составные. А есть ли другие простые числа фирма? Неизвестно. Ну вот теорема еще раз гласит, что чтобы n-угольник можно было построить с помощью циркульной линейки, n должно быть с произведением степени двойки на какие-то различные простые числа фирма. Ну, откуда взялась степень двойки, это понятно, да, потому что ясно, что с помощью циркульной линейки вы можете строить бисектрису угла. Ну вот, несложно на самом деле, опять-таки, алгебраическими методами современными показать, что задача сводится фактически к построению правильных p-угольников, где p – простое число. То есть, вот, ну я сейчас не буду это делать, для этого нужно применить некоторую технику первого курса, вот. Но частично мы это постараемся сегодня понять. Вот, значит, таким образом, вот правильный p-угольник, где p простое, можно построить с помощью циркульной линейки, только если p – простое число фирма, и вот первое нетривиальное число, это число 17, как раз, как видите, да, вот мы разобрались с треугольником, пятиугольником, и вот следующее – это 17-ти угольник. Ну вот здесь есть еще два значения, их, кстати, тоже построили, вы не поверите, да, но есть вот такая заметка в книге, в известной довольно книге «Математическая смесь», английская математика Литтл Вуда, вот есть такая история, и она абсолютно правдивая. Вот один слишком навязчивый аспирант, значит, по фамилии Гермес, довел своего научного руководителя до того, что тот вот ему сказал, идите и построите вот этот вот правильный многоугольник вот с таким количеством сторон. Аспирант удалился и через 20 лет вернулся с соответствующим построением. И это построение хранится в огромном чемодане в Германии. Подчеркну, что мы не знаем, есть ли еще простые числа фирма, поэтому, в принципе, вот эта теорема Гаусса-Ванцеля, она, так сказать, по модулю простых чисел, сформулирована по модулю того, какие вот известны простые числа фирма. То есть мы даже не знаем, вот, конечно или бесконечно много таких простых чисел. Ну вот, что сам Гаусс пишет по поводу этого своего открытия. В той статье, в своей первой такой серьезной математической работе, которой он очень гордился и хотел даже, чтобы после его смерти на его могиле выигрывали правильный 17-угольник. Он очень дорожил своим открытием построения правильного 17-угольника. Он написал следующее. Значит, в этой работе он показал, как построить все остальные правильные наугольники, которые можно построить. И по поводу того, что доказательства в обратную сторону, он написал следующее буквально. Ну вот, хотя границы нашего сочинения не позволяют провести этого доказательства, того, что нельзя построить там все остальное, мы думаем, что надо все же на это указать, для того, чтобы кто-либо не пытался искать еще других случаев, кроме тех, которые указаны нашей теорией. Например, не надеялся бы свести геометрические построения, значит, деление окружности на 7, 11, 13, 19 частей и так далее, и не тратил бы зря своего времени. Это доказал, я повторю строго, Ван Сень.